Одно из негласных правил на скорой помощи – это то, что любую боль в животе нужно вывести в больницу на осмотр и на диагностику в условиях больницы, лаборатории, осмотра хирурга и необходимые обследования, допустим, УЗИ или ФГС. Почему? Потому что боль в животе может маскировать различные совершенно ситуации, начиная от инсульта, инфаркта, ну, соответственно, любая патология желудочно-кишечного тракта, гинекологическая патология тоже может давать боль в животе. А как вы знаете, больше, чем половина из этих патологий являются смертельно опасными. Например, аппендицит, который может разорваться, вызвать перитонит, и пациент, в общем-то, не выживет на операционном столе. Или инфаркт миокарда, который тоже может проявляться, боли в животе, это характерно для задней стенки миокарда желудочка, да? В практике был случай, когда меня, как врача скорой помощи, вызвали перевести боль в животе из диагностического центра в больницу. Мы спросили, ну, в чем же дело, почему он сам не может дойти, если он к вам пришел на УЗИ. Но когда мы пришли, увидели этого человека, то все стало понятно, у него был запущенный перитонит, он был землистого, зеленого цвета, у него был плоский, вогнутый, твердый, как доска живот. И все это вследствие того, что он терпел несколько дней вот эту боль в животе, прежде чем пошел вниз. Он жил в этом же доме, спустился вниз, сделал УЗИ, там обнаружился разлитой перитонит, это когда жидкость обнаруживается во всей полости брюшной. И, соответственно, мы его быстренько отвезли в больницу на капельцах, но, к сожалению, ему это не помогло. Пациент в течение суток скончался. То есть я вас хочу предупредить, если боль в животе возникает остро, она не проходит после приема спазмолитиков, ножпа. Ножпу вы можете принять самостоятельно, без учета врача, если нет какой-то у вас аллергии, допустим. До четырех таблеток. Если четыре таблетки не снимают боль в животе, это повод скорейшего вызова скорой помощи и обращения в поликлинику, либо в больницу. Значит, если боль нарастает, если присоединяются другие какие-то симптомы, это тошнота, рвота, профузный понос, температура, все это повод обратиться к врачу, причем немедленно. Тем более у детей, у них симптоматика развивается просто молниеносно. То есть, чтобы не допускать каких-то критических ситуаций, обращайте на себя внимание, прислушивайтесь к себе и не запускайте подобные случаи.